Я бы немножко по-другому сформулировала вопрос. Как делать так, чтобы отношения в паре, давайте поговорим с вами про отношения в паре, были бы построены на любви и на уважении друг к другу? На взаимодействии. Он тебе дорог? Вот как, например, можно сказать, вот дети. Мы все любим детей, но на улице дети плачут, в больницах лежат больные дети. Мы что, сильно бегаем, относим свои деньги, средства, ресурсы, чтобы все эти дети там выздоравливали? Есть смертельно больные, да? Но мы как бы умозрительно их жалеем, но сердце наше спокойно бьется, да? А вот свой собственный ребенок, там сердце бьется. И в отношения, когда в паре у нас возникают отношения. Бьется ли сердце другого человека, когда тебе больно? Или радостно бьется, когда тебе радостно? Не зависит это от нас. Вот это какая-то химия, да? И нам нужно смотреть. Возникло это. Другой момент, что вот химия возникла, а мы потом, сливая, да, сливая какие-то же свои желания, предпочтения, права, мы потом позволяем наплевательски, да, человеку относить. То есть, в принципе, смысл следующий. Вот эта вот влюбленность такая, да, эмоциональная привязка к другому человеку, она от нас не зависит. Вот она, как говорится, Богом дается. Вот она возникла, она какой-то срок имеет. Это гормонально. Гормоны утихли, а дальше есть смысл такой. Есть гормоны, есть эмоциональная привязка, и человек делает для тебя на максимуме. Он всегда учитывает твои интересы, он оживляется, когда тебя видит, да, он смотрит в твою сторону, когда разговаривает. Где вы находитесь в компании, он глаз с тебя не сводит. Гормоны, гормоны заставляют его таким образом себя вести. Но дальше, если в ваших отношениях вы эти привычки оставили, привычки вот этого максимального внимания к другому человеку, участия, внимания к его интересам, к его чувствам, вы это оставили, то вот это ваше поведение, оно будет формировать чувство любви и усиливать. То есть вначале влюбленность формировала нужное поведение. И это поведение еще часто называется демоверсия. Понимаете? Вот. Значит, во время гормонального крышесноса нам, значит, вот эту как демоверсию предъявят, мы уши как развесим и думаем, что вот это... А потом эта демоверсия начинает подгоневать, подоржаветь, там еще где-то, знаете, мелкими шагами рядом с нами какой-то человек может потихоньку начинать сливать. Гормоны у него успокаиваются. По натуре он хищник. Не особо он увлечен интересами других людей. Вот. И потихонечку он свои интересы подхапывать начинает. Нам нужно аккуратно за этим следить. Аккуратно ставить на место. Аккуратно по рукам вах. И мы работаем, когда мы вот держим это, на то, чтобы любовь расцветала и сохранялась. Потому что вот это поведение, которое во время демоверсии было, если мы сумеем его сохранить на всю жизнь, вот это и будет, как это сказать, эликсиром долгой любви. Вот оно. Да, это так красиво звучит. Это было бы прекрасно, если бы все бы это сохраняли бы. А мы же объясняем людям, Ань, вот мы объясняем, у многих есть заблуждение. Любовь формирует поведение. Неправда. Влюблённость формирует демоверсию. И мы все упиваемся этой демоверсией. Но мы должны знать, что эта демоверсия конечна. И надо смотреть, когда начинаются сливы красивой демоверсии. Когда то молился на тебя, а то голос начинает повышать. То предупреждал три раза в день, если вдруг задержится, а то к телефону не подойдёт. И мы, да ладно, да ладно, мы там где-то разрешили не учесть наши интересы. Что такое сливать? Не учесть. Наш интерес какой? Мы волнуемся, да? Мы договорились там. В шесть часов там созвонимся. Человек не звонит, трубку не берёт. Что он делает? Он интересы нарушает. И потом что происходит, когда человек встретился, видит такую недовольную, да? Тут его интересы нарушаются. Тут должен был быть хороший приятный вечерок. Потом, может быть, пошли бы в постельку бы, легли. А тут вот фурия такая злобная сидит, да? И он начинает этой фурии какую-то лапшу на уши вешать. Всё, ну всё, люблю. Вот где начинается. То есть не о сути идёт разговор. Он начинает рассказывать, как он любит, переживает и всё. И всё. И кого-то купил. Какую-то девушку купил. Но привычка к какому-то такому ханскому немножко поведению. Ханское – это когда не учитываются интересы другого человека. То он ещё раз делает, ещё раз. А пока общались, как мужчина с женщиной, женщина очень часто в зависимость попадает. В старые добрые времена не успела рот раскрыть уже беременная, да? Уже один ребёнок, второй ребёнок. Сейчас вот в моменты регулирования, да, в моменты контрацепции беременности так быстро наступает у некоторых, да? Но всё равно какая-то зависимость. Хотя бы зависимость от планов и целей. То есть ты с человеком общаешься, уже проходит полгода, а вот. А он мелкими шагами завоёвывает территорию, завоёвывает права на мелкое хамство. Мелкое хамство – это нарушение наших интересов. А мы потихонечку ему эти шаги разрешаем. А мозг наш привязывается к этому человеку. У нас общие планы. А мы выходные вот так вместе встретим. А отпуск у нас вот так. А может быть, мы уже ездили там участок земли присматривали, дом будем строить, ещё что-то. У нас очень много сцепок. И эти сцепки дают ощущение безопасности. И когда рядом кто-то с нами начинает хамить, потом не изменять своё поведение, а мы разрешаем, разрешаем, потому что мы дико боимся разорвать вот эти вот свои цели и мечты, потому что в момент разрыва происходит такая фрустрация, да, которую мы дико боимся. Ну ладно, мы будем это терпеть, да. Ну и кто-то терпит, ну и какой-то небольшой градус бытового хамства появляется у кого-то, да. А у кого-то этот градус хамства зашкаливает. Но шли вот этими вот шагами, не думая о том, что если мы хотим сохранить любовь, мы должны эту демо-версию, да, которая была на начальном этапе, всеми силами сохранять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова